Долго, нудно готовилась к митингу. Я думаю, что всякий, кто заглядывает в российский интернет, видел просто простыни о том, что 9 апреля кончится правление Саакашвили. Ну, постоянно у нас какие-то такие статьи появляются в нашей российской печати. То, что от Грузии сейчас взбунтуется азербайджанское меньшинство, то, что в Грузии сейчас развалится на кусочки, то, что к власти сейчас придёт оппозиция. Вот это, знаете, такие новости в будущем времени. Вот она всё не приходит и не приходит, а мы всё сообщаем и сообщаем. И я не буду пересказывать тезисы того, что я писала в газете .ru. Я только коротко скажу, что грузинская оппозиция, как бы сказать, вот есть такой критерий договороспособности. То есть это, когда вы ставите своему противнику некие условия, на которых можно договариваться. Вот, например, когда Хамас говорит, мы боремся за свободу Палестины, а условиям свободы Палестины мы считаем уничтожение государства Израиля. Если государство Израиль с нами не согласно, то, значит, оно не способно к компромиссам. Ну, понятно, что такая постановка вопроса, ну, как бы бессмысленно её обсуждать. А когда грузинская оппозиция, которую, как мы видим, после тщательной подготовки не может вывести на площадь столько людей, сколько она выводила несколько лет назад, да, даже сложно сказать, сколько там было на площади, 35, 50, 70 тысяч человек, явно не 130, о которых заявляет оппозиция. Когда грузинская оппозиция говорит, мы ставим ультиматум, чтобы Саакашвили ушёл, а если он не согласен в течение 24 часов, а если он не согласен, значит, он не способен к переговорам, то как-то вот не совсем понятно, о чём, собственно, должны быть переговоры. Грузинская оппозиция, на мой взгляд, это такое достаточно печальное явление, потому что когда в стране невменяемая позиция, это очень плохо. Это гораздо лучше, чем когда в стране невменяемая власть, но дело в том, что для того, чтобы страна функционировала нормально, в ней должна быть оппозиция. И если вместо оппозиции есть люди, которые ставят подобные условия, это плохо. Почему, на мой взгляд, в Грузии существует оппозиция именно в таком виде? Потому что мы очень плохо себя представляем, на самом деле, я об этом много говорила, что происходит в Грузии. В Грузии произошла, грубо говоря, буржуазная революция, причём при этом Саакашвили сломал нацию о колено. Вот той старой Грузии с взяточниками, с гаишниками, вымогающими деньги, с чиновниками, с грузинской интеллигенцией, игравшей роль грузинской аристократии, которая, с одной стороны, очень такая величественная, а с другой стороны, всегда знает, что её сын будет устроен в университет, а что с простолюдина, который поступает в университет, можно взять взятку. Вот этой Грузии уже нет. Это очень больно. Огромное количество людей оказалось не то, что без работы, а без ощущения вот этой вот старой ушедшей Грузии. И огромное количество людей ведёт себя, ну, примерно так же, как во Франции после Великой Французской революции вели себя там или крестьяне в Вандее, или аристократы за границей. И мне очень жалко в этой ситуации то, что российская интеллигенция, как правило, является относительно событий, произошедших в Грузии, союзником не то, что российской власти. Понятно, что российская власть рассматривает по какой-то причине не совсем непонятной реформы Саакашвили как личный вызов. Саакашвили как личного врага, а как человека, который употребил свою власть не для обустройства каких-то швейцарских офшорок, а для того, чтобы распродать государственную собственность и сделать так, чтобы полиция не брала взятки. Но вот очень жалко, что при этом российская интеллигенция, она, в общем, звонит грузинской интеллигенции, она звонит тем людям, с которыми она сидела на таких замечательных застольях. И грузинская интеллигенция, примерно как французские аристократы в конце XVIII века, начинает жаловаться. Ой, да Саакашвили, он такое ужасное делает. Для меня события в Грузии, для меня то, что постсоветскую нацию можно было поломать о колено и превратить почти западную нацию, являются огромными.